Здравствуйте ребятки, с вами Кодер, и это видео уроки по программированию тренеров на языке C++. Итак, в прошлых видео уроках мы знакомились с технологией отрисовки GDI+, хотя технологией особо ее не назовешь, это всего лишь, мягко говоря, обьертка над самой технологией отрисовки, то есть над самим GDI. Немного об истории. Если верить Википедии, то уже Windows семейства 9, то есть 95 и 98, она уже была реализована в виде 16-битной GeoLG. Windows NT, то есть это появившаяся Windows 2000 и Windows XP, она была полностью переписана на C++, то есть GDI стал быть написанным полностью на C++. Дальше ее перенесли уже в системный драйвер. В Vista и прочем она уже начала переноситься в их неособые драйвера, которых вы можете почитать здесь. Я особо углубляться в них не буду, но данные драйвера пошли у нас начиная с Vista, они есть в 7-ке, в 8-ке и, конечно же, в моей 8.1. То есть ничего не меняется сейчас в данном случае. Длин, зря я закрыл. Википедия, GDI. Собственно говоря, по-прежнему того, что GDI Plus это лишь обертки. Сейчас мы найдем. Вот, GDI Plus есть не более чем набор оберток над обычной GDI. И, естественно, он работает гораздо медленнее, чем настоящий GDI. Ну, это и потому, что Microsoft делали эту отвертку. У них не очень получается хорошо делать очень быстрый код. Ну, и потому, что обертка будет сюда оберткой. Иными словами, в прошлых видео уроках мы делали обертку над оберткой. То есть получается, вроде бы как, еще медленнее, по факту. Поэтому давайте сделаем свой аналог по работе с GDI. И вообще, почему будем работать именно с GDI. GDI, как по факту, более совместим со всеми версиями, со всеми операционками, грубо говоря, семейства Windows. То бишь, были такие случаи, когда я писал приложения под Windows 8 на GDI Plus. И запускались эти же приложения под Windows XP. То всплывали очень неприятные вещи. Косяки, неправильная отрисовка, некорректная цветопередача, мерцание изображений. То есть, были большие неприятности. И изменить этого, как бы, особо не получалось. Поэтому мы и будем писать на GDI, что и обеспечит нам максимальную совместимость со всеми системами Windows. Собственно говоря, об архитектуре GDI немного. GDI, грубо говоря, работает с нашим девайс-контекстом, то есть с нашим DC. Что сказано здесь. Используется программный объект под названием контекст-устройство. Девайс-контекст, DC. Не будем особо вникать в эти все определения, скажу вкратце. То, что девайс-контекст, это, грубо говоря, холст, альбомный лист, на котором мы можем что-то рисовать. Все, что вы видите на экране, все, вообще все, отрисовывается при помощи девайс-контекста. Итак, перейдем непосредственно к кодингу на нашем GDI. Что нам нужно сделать? Я сделал тестовый проект, который называется GDI-тест. И в нем стандартная копипаста кода с MSDN просто по созданию пустого окошка. Вот, выпускаю. Вот, создается такое окошко. И по закрытию оно просто закрывается. Дет-код я выложу на пасты BIN, чтобы вы не мучились и не переписывали его. Именно будем учиться писать мы на этом коде, а потом уже откроем наш проект трейнер в GDI-енжин. И на нем уже напишем класс по работе с ним GDI. И, естественно, по мере продвижения буду вам объяснять о дальнейшем, ну, как бы, о самом устройстве GDI. То есть, как с ним обращаться и прочее. Потому что в GDI-плюс, грубо говоря, мы ничего не видим от GDI. То есть, за нас все делается в этой обертке. А мы должны уметь это делать сами. Итак, самое первое и самое основное. Мы должны перерисовывать наше окно. То есть, в M-Paint. Здесь мы будем писать код по переносу из нашего бэк-буфера в основной девайс-контекст. То есть, война в ауферизации у нас будет. В M-Timer мы будем вызывать построение кадра. И по завершению построения кадра будем вызывать сообщение в M-Paint. Вроде бы все просто. В M-Create мы и создадим наш таймер. То есть, давайте напишем SetTimer. Handle. Его ID, который будет приходить в AppRam, никакой. Нас не интересует. Его интервал 100 миллисекунд укажем. Таймер-проц тоже никакая. Как-то так. И теперь нам будет приходить сообщение в M-Timer. В M-Timer мы можем вызывать такую чудесную функцию. Сейчас вам покажу ее. Давайте ее объявим. То есть, построить кадр. То есть, назовем ее VoidDueFrame. Которая принимать себя будет. Наш HDC на бэк-буфер. То есть, HDC. Имеем DC. То есть, наш HDC, который существует, как говорят, только в памяти. Мы его не видим. То есть, мы вначале будем рисовать в памяти, а потом выводить на экран. Здесь будет наш код построения кадра. По завершению построения кадра мы вызываем функцию. Invalidate React. Давать сюда передадим хэндлоч нашего окна. Здесь мы вызываем VoidFrame. Хотя пока еще ничего мы не вызываем здесь. Invalidate React. Все окно. Грамм затирать не будем, потому что нам не нужно мерцание. То есть, можно посмотреть, когда будет работать. Пока ничего с влома не увидим. Поэтому давайте перейдем к делу. Создадим здесь несколько статических перемен. То есть, это будет HDC наш. HDC. HDC. Mem. Ну, просто MemDC укажем. Встать к HDC. Покажется все, что нам нужно. В VMCreate мы присвоим значение HDC. Равно getDC. И хэндл нашего окна. По завершению нашей программы мы должны освободить наше устройство. Хэндл нашего окна и наш HDC. В VMТаймер мы просто вызываем TheFrame. То есть, сделай нам кадр. Нарисуй нам кадр. И передаем MemDC. MemDC мы делаем на основе HDC. То есть, MemDC. Равно Create Computable DC. Compatible или не знаю, как правильно читать. Не суть в этом. Мы делаем, грубо говоря, совместимое устройство. На основе нашего действительно существующего устройства. Теперь мы должны на этот холст, собственно говоря, положить бумагу, на которую будем рисовать. Наш битмэп. Статик. Наш битмэп. HBM. HBM мы создаем на основе HDC. То есть, Create. Такая же фигня. Compatible Bitmap. На основе HDC. Размер нашего окна 640 на 480. И мы указываем такое же. Что 40 на 480. По завершению работы мы должны, естественно, еще высвободить. Точнее, удалить наш MDC, который мы создали. Правило GDI заключается в следующем. Ты создал, ты удалил. Не создал, я память тебе не освободил. Создал, а не удалил, я память тебе не освободил. Примерно как-то так у него получается. То есть, мы удаляем MDC. Перед этим, удалив наш битмэп, то есть, билеты object, наш HBM. То есть, мы создали, мы удалили. Иначе никак. Итак, идем дальше. Вот у нас все есть. Теперь нам нужно, собственно говоря, на наш холст положить лист бумаги. Делается это следующим образом. Называем select object. Наш mem DC. И наш битмэп HBM. Вот так вот. То есть, теперь в нашем устройстве графическом, которое лежит, в нашем контексте графическом, который лежит у нас в памяти, лежит наш битмэп, который по умолчанию черный. То есть, не удивляемся ничему. Огды абсолютно все можно вычитать здесь. Также я открыл функции, которыми мы воспользуемся в нашем этом уроке. Это не будем пользоваться. И эту пока оставим на потом. Мы будем использовать drawText, setTextGalor, bitBltm, rectangle, fillRect, createGun и все. По мере нашего продвижения по коду, я вам буду разъяснять, что, как и для чего. Сейчас в нашем приложении рисуется один кадр в 100 миллисекунд. Мы не видим его, потому что мы ничего и не рисуем. Сейчас нам нужно в VMPaint написать один код. Нам нужно переносить, то есть, по завершению построения кадра вызывается наше сообщение в VMPaint. И нам в VMPaint нужно делать всего лишь одно действие. Переносить из графического контекста нашей памяти на наш основной, то есть, на тот, который нам отображается на экране. То есть, вызываем bitBltm, здесь наш HDC, координаты 0 и 0, 640 на 480, memdc 0 и 0 и src copy. Сейчас, по идее, мы должны увидеть просто черный экран. Да, мы видим просто наш черный экран. Итак, следующее, что нам потребуется, это уже непосредственно научиться рисовать на нашем контексте, который расположен в памяти. То есть, давайте для начала мы получим размеры нашего окна, ну, координаты, грубо говоря, его не экранные, а именно клиентские координаты, чтобы мы могли его заполнить каким-то цветом. То есть, давайте еще сделаем перемену, типа, static. React. Window. Size. Ну, или просто Window вам зовем. И VMCreate. Мы будем просто делать Rect. Или просто yetClientRect. Наш handle и наш rectangle. Window. Его можно сделать, в принципе, самым первым. Чтобы следовать логике нашего кода, разумеется. Также обработаем сообщение VMSize. То есть, если мы поменяли размер нашего окна, то мы снова получаем размер нашего окошка. Теперь давайте попробуем залить наше окно не черным цветом, которое идет по умолчанию, а чем-то другим. То есть, мы вызываем fillRect. MemDC. Здесь мы сделаем Rect. Здесь мы сделаем Rect. Window. То есть, будем передавать в нее еще и наш прямоугольник с размерами нашего окна. То есть, фьюRect. И цвет, который мы хотим залить. Мы можем сделать так. Get StockedObject. И указать WhiteBrush. К примеру. И привести все это дело к типу HBrush. Посмотреть, что у нас из этого выйдет. Вот, пожалуйста. Наше окошко стало белым. То есть, ничего сложного у нас нет. Также мы можем здесь указать, допустим, Rect. Рейбраш, если такая есть. Наше окошко будет серым. Итак, основу мы сделали. То есть, еще раз об правильной архитектуре нашего приложения. Правило номер один. Создал, удалил. Забрал. Освободил. Это главное правило. Второе правило. Мы не должны рисовать что-то на нашей форме, пока наш кадр не отрисовался. То есть, мы по таймеру вызываем вначале отрисовку кадра. Мы отрисовали, что нам надо. И тогда уже посылаем сообщение в mPaint. Вызываем функции, посредством вызова функции InvalidateRate. То есть, мы вызываем эту функцию. В нашей форме приходит сообщение в mPaint. Пообработке которого мы просто переносим из графического контекста в нашей памяти. В наш экранный. То есть, который мы видим своими глазами. Который бы вводится на наш монитор. Как-то так. Идем дальше. Как же еще можно рисовать. Как мы вообще можем рисовать в привычном объекте через GDI. Как я показывал. Мы воспользуем следующим функциям. DrawText. SetTextCover. Я пропустил еще SetBKMode. Но не суть в этом. Давайте напишем какой-нибудь простой текст. То есть, вызываем drawText. Memdc. Сам текст. Hello World. Если наш текст идет как No TerminatedString. То есть, в конце, грубо говоря, строки нашей идет 0. Мы можем не указывать ее длину, а написать минус 1. Тогда данная функция подсчитает ее длину самостоятельно. А здесь прямоугольник, в котором отображать строку. Давайте сделаем. rectStringRect. Изначально координаты x будет 50. y тоже 50. Длина, допустим, 100. Длину и ширину мы просто проигнорируем. У нас вот так она прекрасно выведется. Выведется. Мы передаем сюда StringRect. И сюда просто DT, NoClick. Что мы видим? Мы видим строчку, как у нас выводится Hello World. Ничего не мигает, все у нас отлично. Идем дальше. Делаем следующее. Как мы можем поменять цвет данного текста? Как я и говорил, HDC, ну или на самом HDC, это Device Context. Мы в него можем что-то класть. Мы можем положить в него лист бумаги. Мы можем положить в него ручку. Мы можем положить в него кисть. Мы можем положить в него цвет буквы, к примеру. Он задается таким образом. То есть SetTextColor. Мы можем задать текст Align. То есть его ориентацию. Или его цвет. И прочую ерунду. То есть мы здесь указываем MBC. И какой бы у нас был цвет текста. Допустим 255. 0. 0. Смотрим, что у нас получилось. Наш текст красный. Как теперь сделать его ввод прозрачный? Абсолютно так же. SetDKMode. То есть SetBackgroundMode. Газовым наш DC. MBC. И пишем transparent. Смотрим. И у нас уже прозрачный текст. Без всякой ерунды. Вдруг мы хотим еще нарезать одну строчку. Значит делаем string. React. Top. Без равно 50. То есть ниже на 50 пикселей еще одну такую же нарисуем. Посмотрим, что произойдет. Как вы видите, она нарисовалась тем же цветом. То есть если мы уже сказали, что такой будет цвет текста у нас, он такой будет всегда. Сколько бы мы срок не нарисовали. Если мы хотим его вернуть назад, то мы можем сделать следующее. Мы можем изначально писать тогда doubleWord. Color равно 0. И перед изменением нашего текста мы можем сделать getTextColor. Просто mem.dc. Здесь теперь именная colorF. Его мы укажем. То есть мы изменили текст, отрисовали, и просто назад вызываем setTextColor, наш mem.dc и color. Пожалуйста. Был красный, теперь черный. То есть мы вернули назад наш цвет текста. Но как-то мне не нравится. Давайте укажем RGB. 100. 150. Ну, какой-то у нас цвет получится. Это он тусклый. Что-нибудь поярче хочется. Ну, вот хотя бы так. Итак, мы научились рисовать текст. О его форматировании будем говорить в следующем уроке. Мы просто учимся работать с виды. То есть мы пока что, грубо говоря, разобрались с его стеком. Ну, подобие стека. То есть мы в него можем класть, класть, класть. Но нам при этом нужно будет не забывать его таскивать из него. То, что мы положили. Собственно говоря, есть такая функция, как ректангл. Она рисует прямоугольник. Здесь мы указываем координаты, как вы видите уже, верхнего левого. Что? А, да. Здесь, в общем, мы указываем x-координаты верхнего левого угла. x-координаты верхнего левого угла. А здесь мы указываем, грубо говоря, x-y-координаты правого нижнего угла. То есть здесь мы задаем не размеры, а координаты. И нам следует об этом помнить. То есть давайте вызовем drawRect. Ой, просто ректангл. Что-то я запутался. Здесь наш memdc. Значит, где наш текст начал отрисовываться? В координатах 50-50. Покажем 48-48. Пускай он будет длиной 100 пикселей. То есть здесь указано 148. А высотой пускай будет 102 пикселей. То есть мы указаем 150. И смотрим, что мы видим. Мы видим прямоугольник, который заслоняет наш текст. Чтобы такого не было, мы должны его рисовать впервые текста, чтобы не он на текст накладывался, а текст на него. Запускаем. И мы видим, как текст рисуется в нашем прямоугольнике. Также, естественно, мы можем поменять и его цвет гранички, и его внутреннее наполнение. То есть для этого есть кисть и есть ручка. Например, кисть у нас задается следующим образом. Перед отрисовкой нашего прямоугольника мы вызываем select object, нажимаем DC. И yet stopped object пишем. К примеру, black brush. Стоковые объекты высвобождать не нужно, поэтому мы не паримся о них. Это такое исключение. То есть теперь наш прямоугольник черный. Ну давайте ему оставим, хотя оставим его черным. И давайте вообще ему зададим свой текст. То есть сделаем мы следующее, следующую вещь. Здесь укажем static brush по hbrush. И здесь просто мы вызовем colon равно create solid brush и rgb какой-нибудь 255, 150. И в mem.dc, хотя в mem.dc давать его класс не будем, а передадим его в doframe. Все равно этот проект тестовый не несет в себе никакой особой нагрузки. То есть hbrush, ссылку опять же принимаем. VKK. Так ее обзовем. hbrush. Здесь еще мы передаем colon. И делаем следующее. Да, здесь уже не просто, не просто не детский object, а просто VKK. И вот у нас такой получился прямоугольник. Давайте вот сделаем чуть-чуть склее, там не знаю, 200 хотя бы. Уже получше. Так, следующий наш шаг, так как мы создали наш фон, мы должны удалить правила VD создал, удалить. То есть мы пишем, где ли это, object, color. Как мы можем изменить цвет рамки нашего прямоугольника? Он рисуется ручкой. Ручку можно создавать. В данном случае это createPan. Первый параметр это ее стиль. Второй параметр это ширина ручки в пикселе. И третий параметр это ее цвет. Ее мы тоже создадим здесь, дабы нам не создавать объект каждый раз, когда рисуется кадр. То есть static. То есть static.hpn.pn. И не забываем вызывать delete object.pn. Здесь мы создадим нашу ручку. pn равно createPan. У нас будет стиль ps solid. То есть мы на основе brush будем делать. Это у нас 0 по-моему, да. Ширина будет у нас ручки 1 пиксель. И цвет давайте какой-нибудь зададим такой. 0, 100 и 50. Я не знаю, это темно-синий будет или что-то темно-синий-зеленый, без понятия. На самом деле как это будет выглядеть. Но теперь нам нужно еще положить, здесь принимать параметр типа hpn. Ссылка и опять же передаем его пен, чтобы он не копировался в памяти у нас. То есть мы передаем еще и ручку. И теперь мы выбираем нашу ручку, которую будем рисовать. То есть снимем DC и пен. И смотрим. Вот у нас ручка получилась такая зелененькая. То есть зеленая обводочка у нас получилась. Грубо говоря, в чем различие между ручкой и кистей? Они у нас отображаются, грубо говоря, только на фигурах. Кисть у нас, грубо говоря, закрашивает фон нашей фигуры. А ручка это обводка нашей фигуры. То есть мы, например, можем сделать такую вещь. Сделать невидимую ручку. То есть наша фигура будет без обводки. То есть просто указываем PS No. И у нашего прямоугольника обводки больше нет. Как-то так. Итак, на этом у нас пока что все. В дальнейшем мы будем дальше разбираться с GDI. С его устройством. С технологией. Ну, так сказать, не с технологией, а с методами отрисовки при помощи GDI. И начнем переписывать наш класс. То есть класс, который у нас был создан для GDI+. Мы начнем переписывать под чистый GDI. Ну, давайте скомпилируем. И откроем наш проект. Документы. GDI. Тест. Релиз. Видим то, что наш исходный файл кушает 10 килобайт. Попробуем, ну-ка, потаскать его. Ну, вот что-то мы его таскаем, а... Отрисовка не меняется, потому что мы битмем должны пересоздавать еще. Но неважно. Посмотрим, сколько оно кушает ресурс. Это дело все кушает 1088 килобайт. То есть не так много. При размере исходного файла... Точно, размер... 9,5 килобайт. Так, теперь на этом пока что все. Большое спасибо за просмотр. И всем удачи в программировании тренеров. Пока.